Всем привет, маленькие и большие любители танков. Хочу представить вашему вниманию маленькую запись боя, в котором я попутно показываю моему товарищу, что конкретно происходит в танках нынче, поскольку он давно не играл. Ну и заодно решаю прогулять неплохую машину, вроде как английскую, вроде как и советскую, Черчилль 3. Черчилль 3 очень интересный танк. Во-первых, интересный тем, что он во лбу имеет порядка 174 мм брони. Хотя, конечно, это на самом деле маленькая узенькая полосочка, но лоб у него очень и очень крепкий. Башня, конечно, менее крепкая, там сидит очень много народу, и все, кто более-менее знает, как играть против Черчилля, конечно же, стреляет, ну, в башню. Но многие по привычке стараются дубатить в корпус и, собственно, не пробивают его. Достаточно толстая броня бортов позволяет спокойно выкатываться и отражать урон при помощи ромбика. Я решаю здесь, что, в принципе, можно неплохо пролететь через мост и встретиться там в лучшем случае с одной или в худшем с двумя ПТ-шками Су-85. Думаю, что если, к тому же, меня поддержит Б-1, это будет вполне себе неплохая идея. Ну, может, мой товарищ что-то не стреляет, хотя, конечно, вряд ли. И на всех черчиллевских парах, аж 20, чем-то километров, ну, может, не сильно больше 30. Мы летим вперед, видим Су-85, видим, что на фугасах, с одной стороны это хорошо, с другой стороны не очень. И мы спокойно расходуем свой боезапас, знаешь, нам его в любом случае хватит для конца боя. Едем вперед. К счастью, никто не успевает занять позицию в ущелье или внизу, и мы спокойным образом переезжаем мост. Самое опасное. Я знаю, что там за камушком стоит Су-85 с фугаской. Звяжем четвертого, сразу его поджигаю, отстреливаю. Вот здесь у меня бромбик не пробивает, то есть он стал снимать, и догоняю. Су-85. Отстреливается под мостом фугасом, я его набираю. И вижу, что там как минимум осталось три танка. И выкатываться на них достаточно. Ну, в принципе, опасно. Товарищ моего забирает М4 с фугаской. Я решаю немножко подождать и выкатиться, чтобы оценить ситуацию. Я помню, что там было три танка. Думаю, нет. Так, наверное, будет не очень удачно. Тридцать четверо. БДР уезжает. Новый чудесный турбухваген не пробивает меня. И вижу, что дальше подниматься мне нельзя, потому что у меня забирается пушка. И начинаю выглядывать, выстреливать, под выручку пытаюсь пробить всех этих граждан. По всем возможным кусочкам, прикрываясь дохлой ПТ-шечкой. Тем временем появляется еще один турбухваген. И тоже. А, это М4. Стреляет на меня фугасом. Но я понимаю, что в данном случае, наверное, М4 мне будет здесь опаснее всех. Потому что у него есть фугас, и он в любом случае меня пробьет. Поэтому я считаю, что цель приоритетная. Не стоит под него соваться. И потихонечку вылезаю, вылезаю. Стараюсь не получать лишний урон. Вот опять М4 пробивает ногу фугасом. Я думаю, надо забраться с турбухвагеном. Другой пушкой. У меня турбухваген готов. Поднимаюсь. Смотрю. М4. Супер-4. Еще один турбухваген. Ну, если завалить М4, то все остальное, в принципе, как я понял, ребята не особо знают, куда Черчиллю стрелять. Поэтому не очень страшно. И я пытаюсь выстреливать. Благо, скорострельность Черчилля позволяет отстреливаться просто в любые точки, кого видно, кого не видно. Забываю, что здесь уже подниматься наверх. Не пробиваю маску. Зато рядом с маской он отлично пробивается. М4. Турбухваген. Стараюсь поставить его на густую. Ставлю. И добиваю. Не пробиваю. Рикошет от М4. М4, конечно, нехило прячется. Я думаю, как же мне его достать-то? Зараза, один выстрел остался. Вот этот Четверый, конечно. Ну и думаю, что, наверное, пора все-таки съехать. Попутно пугаю. Люди, это Четверый. Турбухваген, думаю, что я на него отблез. И пытается меня выцелить. И отстреливается. Он пропадает. Чем я пользуюсь? Спокойно его забираю. А затем, следующий выстрел, забираю Тридцать Четверый. Так, у нас уже пять фрагов. У них остается арта. БДР, ГДР. И Черчилль. Все неплохо. Я вижу гардюган. И понимаю, что надо чуть назад отъехать. Он вообще смотрит в какую-то совершенно другую сторону. Я начинаю его разбирать. Он исчезает. Но я получаю свой шестой фраг. Понимаю, что до БДР мне сроду не доехать на этом сверхскоростном аппарате. И отправляюсь за Черчиллем Первым. Вообще, честно говоря, про Черчилля Первого я, как выяснилось, знаю достаточно немного. Кроме того, что он должен быть похож на Черчилль Третьего. Поэтому, соответственно, куда пробивать его из этой пуколки, я себе слабо представляю. Думаю, что, наверное, в маску урон таки должен заходить. Потому что, вот, как вы видите, там один дырк у меня на маске. Очень много народ туда стреляет. Сходу стреляю, поджигаю его. Пытаюсь попасть ему в маску. Но он так душевно горит, что, в общем, мне практически остается только забрать его и получить седьмой фраг. Итого, в этом бою я получил более 2,5 тысячи урона настрелянного. Знак классности мастер, стальная стена, воин и, может быть, даже снайпер. Такие дела. А, может быть, и не снайпер. В общем, замечательный танк. Пробуйте, воюйте, танкуйте. Вам очень понравится. С вами был Туре. Спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok